здравствуйте дорогие друзья здравствуйте другие подруги только что я тот монолог как зафигачивал там вот это около бритвенная тема поэтому так еще так на кураже еще такой весь но тем не менее сегодня не хорошее и немножко грустное видео хорошая потому что покажу интересные инструменты грустная потому что все еще не могу сделать то что хочу сделать дело в том что после последнего бритья там где первой части помните опаска была потом станком за рука и отмелись завершали с моей щетиной произошла какая-то странная вещь первое она стала расти медленнее второе там такая проволока полезла я вам скажу такое ощущение что на эти вот противотанковых ежей накидали и они все прямо вот такие вот прям это не моё первая мысль была но сейчас вроде вот так чуть-чуть стало но стало жестче что тому виной не могу сказать то ли это опаска то ли это рока так но после рока я так не помню миллион 96 не хочу в этом разобраться хочу кости на опаске все перекрутил перевертел и хочу ими начинаться сначала до конца бриться без всяких тэшек без всего тем более после просмотров видео александра он там об этом говорил и сказал что относится к этому отрицательно я вначале так внутри был вспыхнул а потом когда так подумал по сути то он прав прав взял опаску вот и так и до конца потому что по-другому как ты научишься так чуть-чуть на велике сел посидел вот нормально пошел дальше по следующий раз ногу на педаль поставлю но не так не делается почему не опаска сейчас причина простая у нас есть на канале у нас всего дофига и по мазков вот и автошивов мало всего остального так навалом но станков тоже куча из ганзы и костины и там вот всего дофига и раритетов но у нас есть самый-самый-самый в мире станок самый маленький станок с которым можно куда-то поехать то есть вояжный так как вояж путешествий набор путешественника что такое там спортировочный вариант я говорю сегодня о мюлле 985 сл который нам любезно предоставил опасная бритва рф вот именно поэтому сегодня будет не опаска с этим станком сегодня разберемся а все следующие разы уже опаска махать все не буду вам морочить голову давайте на крупный план смотрите что там да как но я начинаю готовиться предлагаю начать главного героя нашего сегодняшнего обзора это собственно сам инструмент которым мы сегодня будем бриться это мерку 985 цел как мне сказали это позиция очень уникальна и очень интересно хотя бы потому что на сегодняшний день это самый маленький станок дорожный станок который в принципе существует ну так ли это я не могу сказать ну что книгу рекордов гиннеса не виду но то что он на самом деле малютка но ребята это видно не вооруженным глазом тут прям какой карман тут можно в ладошке вот так вот все спрятать и видно не будет поставляется вот в таком оля кожаном до из кожи молодого дермантина с химозой синтетика еще какой-то гадостью не прет все в пределах разумного кнопочки посмотрите как аккуратненько сделаны прям заморчательно нравится с этой стороны тоже все цивильно по идее вот такой кейс бросить куда-то в чемодан супку на карман и поехать дорогу дальнюю но это более чем реально а вот про это я не знал меркуров супер mail in germany ну а я-то по простоте душевной приготовился сегодня и другие ли я хотел у него поставить вот за меркур супер я даже не знаю ну раз уж он родной и сами немцы считают что как бы они хороши с этим станком ну давайте попробуем конечно ну сами понимаете это все дело шкур и ой шкур и кожи и щетины ну давайте так будем бриться этим если вдруг что-то как-то не так пойдет тогда супер макс супер там лес перепрыгнем который нам предоставила момент gift нкр любезно предоставил спасибо ей огромное так это пока вот так ну ребят вот собственно и все части ручка с ручкой я еще не разобрался но она прикольная так это судя по всему вот так надо сделать и ручка сразу станет больше станок трех составной открытого типа сама ручка ребят очень приятно на тактильном уровне просто восторг резьба работает великолепно вот эта насечка не крупная не мелкая визуально она воспринимается как мелкая а вот когда руками вот так вот трогаешь это уже какая-то шкурочка ребята на эти прям чувствуется что вот пальпация тут на ура на перца как вкопаная сразу стала резьба с одной стороны с этой стороны естественно пустота так как это призвано все минимизировать то собирается вот таким макаром прикольно нижняя плита ну тут я бы даже сказал что это нержавейка хотя не 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 буду вручаться объясню почему внешне выглядит как офигительно обработанная нержавейка на нижней части видите даже вот такой вот пропил есть это под нашу голову это очень хорошо это говорит о том что люди подумали и ручка должна становиться вот так и вот эти все колебания продольно поперечный вот это выемка скорее всего будет гасить хотя маловероятно потому что диаметр вот этой части который будет примыкаться с головой намного меньше самой выемки и будет просто упираться металл но другой стороны все равно хорошо потому что если бы вот этой выборки не было здесь был бы радиус а здесь то радиуса нет поэтому здесь все упирается в ровную площадку и молодцы немцы правильно все придумали с этой стороны у нас все ровненько ну вот я в догадках ребята нержа или или что-то другое на что-то другое не верится уж слишком хорошо выглядит а почему я сомневаюсь нержа не нержа потому что вес с другой стороны фитерная тут не не такая уж объемная деталь поэтому может быть это действительно нержа обработка великолепная это зеркало в которое можно и приятно смотреться вот тут уже становится понятно что скорее всего это нифига не нержа смотрите матовость вот это ну кто бы стал матировать нержу до согласитесь центральный это тот самый винтовой который будет держать нашу верхнюю конструкцию верхнюю плиту цифра 1 и 2 боковых шпенька под как на жилетах двадцатых тридцатых годов помните да так давайте уже его по антрами по метрическим данным прогоним но несмотря на то что малышка коротышка 45 грамм то он тянет это немного это немного но учтите что это дорожный вариант и пластику нас 15-20 грамм это как бы в два раза тяжелее для меня для малышика ну в принципе нормальный вес при моем любимом 100 грамм 45 это конечно же немного но тем не менее 45 это лучше чем 15 длина ручки 67 миллиметров ширина головы 24 при длине 42 миллиметра вот первая фишка раскручивать нужно за верхнюю часть иначе снимается ручка как же мне это жилет тех напоминает смотрите прям старая добрая классическая школа исполнения станков нет вот вот этот вид этот вид он как-то знаете селяет надежды что все будет хорошо он мне нравится правом я тащусь от от такого вида говорить так и что ты нам покажешь равномерный вылет супер пока все нравится как будет дальше посмотрим мыло сегодня капитан choice by room который любезно нам предоставил александр спасибо ему огромное в байрумовские варианты у нас уже были в пробниках но вот такой большой банки не было еще ни разу знаете ребят запах это не тот байрум на который я рассчитывал но тем не менее он интересен на мой взгляд здесь превалирует лавруха но тем не менее знаете сделано как-то интересно как это будет в работе мы сейчас с вами еще увидим мыло полутвердое полутвердое полумягкое просто так не продавите вам придется все-таки подавить ну и судя по тому что я вижу внутри саня уже на нем работал и скорее всего не безуспешно посмотрим посмотрим пластиковая банка запирается удобно визуально я думаю что это где-то ну наверно грамм на 200 татьяне до 5 унций ну да это где-то в этих пределах 200 250 грамм опять же капитан choice это как бы известная компания и какашек не делают так что будем поглядеть автошив ребята решил сегодня взять наш свободоский с витамином f вы его уже все знаете представлять не буду у нас напряг по части автошивов в этой части у нас как-то так все время скудновастенько в отличие от мыло поэтому вот по кругу так и прогоним он мне нравится нравится по запаху нравится как работает некоторым ребятам не заходит ребята все нормально это как в жизни то есть кому-то нравится кому-то не нравится ну вот и маш моя красавица будет сегодня он несмотря на то что у нас еще куча помазков от спокор я приношу глубокие свои извинения что я не показываю их показываете ну ребят как бы обязательства я яком обещал что покажу а спокор спокор я думаю что он он со временем только круче будет от полежи то стаканится и будет вообще хорошо не так уж долго мы оттянем все это дело сегодня ребята яки сам лично я персонально очень бы хотел показать вот эту вот штуку ребята я его как увидел он мне прям запал прямо на эти вот вот как вот хоть как кипятком брызгай вот во все стороны вот так он мне прям заходит хотя еще не знаю как он будет в работе но тем не менее он мне очень понравился но кто-то при на распаковке сейчас уже не скажу кто сказал вадюха блин если не сложно погодит покажи с левой стороны крайнего красавца не поленился поднял посмотрел с левой стороны там тогда был вот этот мамонтенок так что я свою хочу в карман засунул сегодня на обзоре будет вот этот красотуля синтетик парни ярко выраженный синтетик прям на эти такой монстреныш по упругости это не какая-то бронебойная машина он упругость имеет но без скажем так без фанатизма мне кажется что в работе будет хорошо но пока не могу сказать что не работали еще это во первых во вторых если сравнивать допустим с тем же барсуком или кабанчиком то конечно же это не та упругость это упругость сакуры то есть она грузишь 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 снегом она там бумс выпрямилась вот это вот типа того на соплю даже сейчас не похоже гладенькие вот эти вот тактильно приятные просто колоночки они кончики в от них просто офигеваешь это конечно же нравится при всем при том это не какая-то там финтифлюшка на 18 миллиметров это вполне себе здоровый половозрелый альфа-самец диаметром 28 миллиметров высоту узла 55 миллиметров при ручке 65 миллиметров ну и чтобы мало не показалось здесь еще и печать поставили смотрите яки брач трата там то собственно как на всех помазках пластик пластика задачу я таких ручек раньше не видел это какая-то галактика с какими-то краплениями в краплениями созвездий и прям я на попробовал на солнышке поставил я под офигел кому-то земля в улиминаторе земля в улиминаторе что-то вот такое космическое сразу знаете пошло ну прикольно прикольно и сколько же то у нас есть красотуля то ну вот вот я думаю чем не нравится 100 грамм весит нормально все так что хлопцы сегодня вот этой метелка будем махать но все пошли бриться парни на чем скажу все таки все таки байрум он в тех пробниках которые кости прислал бритва 11 и байрум большой банки это мне кажется все таки два разных байрума может быть это одно и то же но из-за того что то разное поэтому и запахи разные но вот этот байрум сухой сухой это просто запах сухого лаврового листа сейчас вот когда водички налил блин такой духан найти вот лаврового дерева не того бедного замученного вот этом вот лаврового листика который мы с вами в суп кидаем а примут не веточки прям дерево и причем дерево наверно весной когда она источает все вот эти вот свои соки флюиды и говорит твою мать весна пришла я жить хочу и все вот так вот тянется к миру вот вот этот запах офигенный офигенный никакой химозы вообще ничего совершенно просто обалденный кошерный запах лавра и слава богу он не перебивается никакими ромами мне кажется если бы не с ударом зафигачили они бы все испортили ну вот и ушку на култыхал она прям пускай не пенится но так хорошо я ее на лице чувствую так ладно ты пока работай мы займемся пенкой ну чтож попробуем этого красавца он уже промытый просто высох все что мы сейчас делаем опять окунем в воду и чуть-чуть его намочим как вы знаете синтетика намокает очень быстро сильно стряхивать не буду потому что мыло не супер-пупер твердое и сейчас будем работать где-то примерно на среднем уровне не сильно влажным и не сильно сухим по мазку так в работе по мылу хребет сразу почувствовал тот который в эпсилон помните посередине торчит как это будет на лице пока не могу сказать так судя по пеноотделению нам все-таки чашечка сегодня понадобится но другой стороны как помазок загрузился я думаю мы и без чашечки бы вполне себе обошлись ну чего же чашку вытащил на чашки сегодня поработаем рыхлая пена прошла уже стадия сливок хлопкообразная пошла смотрите как хорошо никакой воды ничего нигде просто сейчас соберем вот это все дело чашечку аккуратненько сполоснем и потом я еще холодной водой пройду ребята когда мыло споласкиваете лучше всего холодной это лишняя гарантия того что у вас не будет мыло тухнуть объясню почему потому что любая химическая составляющая павлов открывается в диапазоне лучше всего открывается в диапазоне 40 60 градусов как правило это 45 градусов если вы теплой водой промываете мыло то вы просто активируете эти павы они лучше начинают работать поэтому лучше холодненько сразу консервировать пока я вам зубы заговаривал смотрите что получилось в чашке по мазком работать супер ручка держится удобно хорошо не скользит хребет уже что-то как-то это и не выпячивается не зря в чашу пошли ребята посмотрите чего она тут вытворяет ведь вот ну и сами видите по краям уже довольно таки бодренькие хвостики все нормально все хорошо в принципе той влаги которая была на помазке чуть-чуть чаша нам хватило я не вижу смысла дальше колтыхать потому что мелкую дисперсию мы с вами уже сделали усы стоят и все в порядке пошли наносить на лицо и на ну поехали до хребет есть центральный вот это стержень он насколько быстро убирается сейчас скажу нормально убирается нормально убирается и хороший массив создает вот этим массивом и будете работать вот знаете если бы чуть-чуть вот совсем децел я не знаю но может процентов 5-7 с плотностью тут переборщили бы сделали бы ее уши вы бы это помогло как барсука хрен бы отличили но я не веду в работе вот по плотности вот такой это найти густая мама в мамочоле в голову просто пришло густая масса да чтоб тебе мухи съели блин видали чё с него просто фигачит это пена ребят я уже сейчас готов этому по москопии так поставить есть за что ну ладно до конца обзора все равно потерпим еды мадрид пеногенератор всего очень гачал спасибо немцам угадали с лезвием очень я вам скажу даже ребята как пахнет это мыло офигеть офигеть здесь не чистый был лавр он смеси с чем-то но во-первых ничего химического все природное по запаху по запаху по компонентам смотрите на сайте сами все химическое убрали оставили только природное и вот знаете вот не свалились кулинарию а вот эту природную составляющую все-таки оставили как пахнет на лице тоночек прям удивляет порядком остается не скажу что как-то исключительно дофига но она есть если еще поелозите станком туда вам этого хватит встречал ли больше до бывало и лучше не под такими лежали не такие наносили но какого-то знаете такого дискомфорта и ощущение утраты не чувствую что иногда бывает а там нет нифига вот это точно не тот случай все нормально я уже боюсь к лицу к ним подходить опять всего фигачит буду выгираться из пены ребята плотность его работы такова что в раскоряку он даже умудряется делать массаж пускай легкий пускай не такой как вот допустим способен барсук и нет у него вот тех вот легких 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 совсем и мало заметных покалываний я не говорю как вот ритма предыдущий который был от мюлей там пока он чуть пожестче но на борске они все-таки здесь этого нет это деликатный массаж вот такой какой-то он прям интересно интересно а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Потерпим маленько до конца Субтитры сделал DimaTorzok 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 ну вот пожалуй посмотрите что у нас здесь будь это мыло моё и брейся и в следующий раз однозначно бы раз в два я сделал поправку что нужно сбивать меньше гораздо меньше потому что но это слишком много и на другой стороны он уже не стал бы этого делать потому что ну каком иван дофига хватит это во первых во вторых если уж совсем экономно его расходовать то это не год а больше и за это время ну чё-то новенькое тоже хочется попробовать ведь ты чё даже рваться не хочешь хоть вполне себе ребята кого не смущает запах лавра это наверное самый 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 парни поверить его запах мыло настолько стойкий он не крепкий он не вырви глаз он вас не будет как-то убивать прям ах блин но он крепкий крепкий настолько что он сейчас даже после того как я компресс мыл но смысле мыло убрал все равно пахнет пахнет я думаю это мыло из той серии что если в банку оставите сушиться в ванной вот тут там у себя проявили вот это все как подарит подарит фу ну при условии конечно если вам запах лавра не прийти мне он нравится ребят не химозный а вот именно настоящий по кайфу ну и бальзам после бритья с витамином f многие вы уже знаете на обзоре он был но все равно повторю свобода наше все но куда сдуру стоп от это чё дай-ка даже уберу маленько потом мокрый весь ходить буду за те деньги что фабрика просит за свою продукцию практически любое от этой фабрики можно брать потом после того как возьмете фильтруйте что-то вам зайдет что-то нет то что зайдет оставляйте то что не зайдет подарить любимой мало ли друг ей зайдет стоит копейки работает очень а даже поэтому ребят маска мне это всегда нравилось несмотря на то что это молочко и некоторые ребята говорили что там следы остаются там ну смысле долго сохнет у меня почему-то нормально ну не совсем идеально конечно полчасика то надо подождать но тем не менее для меня это терпимо если я точно знаю что никуда мне бежать не надо и там ничего не будешь на себя одевать там парфюм брыгает то есть все 5 10 этом чтоб мимо заново то а почему нет очень даже запах запах шикарный шикарный легкий летний спортивный такой хороший запах хороший итак к нашим баранам в смысле к нашим этим давайте наверно смывающим сашки спасибо за то что дал возможность познакомить вас с этим мылом потому что мыло ребята отличная я не могу сказать что на бомбезное что-то все-таки останавливает я сам себе на этот вопрос еще не ответил потому что если брать допустим по совокупности всех факторов пена пенообразование обалденная экономичность шикарная то есть пеногенерации идет надолго вам хватит скольжение станка хорошая стойкость пены замечательная плотность пены фактура пены как она ведет себя в работе и остаточный эффект после прохождения станка все прекрасно плюс дополнительно даже не один а два балла я бы наверно закинул за за запах и по итогу это сделал бы наверно все таки 7 потому что запах ребята мало того что неординарный стойкий так он еще и такой чертовски приятный понимаю что это им хова кому-то этой нафиг не надо а кому-то запах морковки нравится или укропа или петрушки так что вот тут каждый судите сам но если вы любитель запаха лавра настоящего лавровой рощи ребята возьмите возьмите штука зачетная поставить его на самую верхушку и влупить наверно там 9 10 баллов ну 10 никому не ставил 9 наверное я не знаю что мешает вот придраться не к чему и вот такого вау эффекта тоже нет знаете чтобы раздрать души шерсть дымом слюни побежали мою мою но нет вот нет качественный обалденный хороший продукт а вот вот что-то вот то даже если банка была другая наверно вот это бы тоже бы наверно не было но хорошая штука хорошие вот я его наверно воспринимают точно так же как прораза вот вот этого нет но это маска вот наверное вот что-то вот такое вот поэтому помазок за помазок ребята специально не смотрят как он стоит я думаю что любой человек который возьмет этот помазок не пожалеет не пожалеет по многим причинам первое на сайте компании яки я не видел супер-пупер дорогих помазков чтобы там найти космолет какой-то там даже среднеценовой категории то нет там 40 50 60 70 из баксов эти помазков тоже я не видел видел там какие-то за 30 долларов барсуковский были надо же внимание обращал что толку голову морочить пришлют хорошо не пришлют ну вот там будем посмотреть я думаю предполагаю что вот это все чудо где-то в пределах 15-20 долларов достоин ли он этой суммы однозначно да 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 25 раз да почему недостаток в этом помазке нашел только один это это знаете это не недостаток это замечание вот тут стержень посередине вот видите он даже сейчас ученых себя пока вот он вот тот стержень который есть посередине это та самая беда которая порой меня отталкивает в принципе от помазков синтетика барсук неважно не суть вообще если находится помазок который посередине станет станет свое я все остальные пошли на все для меня это уже не помазок потому что я хочу бриться они бороться с ним а такого рода помазки он своим центральным жалом упирается в меня чтобы мне вот эту вот всю его свиту подключить к работе нужно его раздавить а он собака не хочет а я его туда а он оттуда да отвали ты надо мне надо да мне надо что тебе надо и вот это вот как-то вот за всем этим и бритье то теряется зачем для чего я просто спокойно убираю его сторону ладно ты не хочешь я не хочу флаг тебе в руки здесь есть этот стержень но он достаточно дипломатичный он вовремя уходит он чуточку медленнее уходит чем хотелось бы я бы все таки побывал хотел бы чтобы он поскорее уходил но тем не менее он уходит и ребята после того как он уходит когда вы все-таки продавите там такая бомбическая масса такая возьмите шар набейте шариками вот кнете с него и вот так вот головой до вас хрена тянешь за ухи потому что там хорошо там здорово и вот это хорошо здорово он дает то самое нежное вот это синтетическое нутро вот из этих вот я не знаю волос не волос ангела что это вот это сбито хорошей классной пены и вот это все кармировано динамично движущиеся идет у вас по лицу все это вот каждую капельку вашей кожи там пробивает промену кстати высохла отлично отлично за счет чего достигнута достигнута такая высота работы такой эффект я сказать не могу но внешние характеристики этого помазка мне просто нравится во первых узел 28 миллиметров как его смотрю он классный он классный высота узла 55 миллиметров соотношение 28 55 при таком качестве материала отлично отлично просто хорошая ручка 65 да она несколько больше но она хорошо сидит в руке не скользит эргономично по принципу паровозной сцепки возможно возможно вот эту бы часть я сделал бы чуть-чуть чуть-чуть поуже но опять же ведь это мои хотелки а руки то у всех разные есть люди которые скажут это ты чё побольше надо а кто-то скажет да да давай еще меньше два раза поэтому ребята это мерить смотреть каждому самому одно лишь хочу сказать что это обалденно шикарный отличный помазок он не настолько шикарен и обалденен как вот там вот один товарищ был в предыдущих обзоров но я бы их рядышком то все таки поставил потому что он этого заслуживает он хороший только что вот этот стержень плюс его потрясающая пеногенерация ребята вам нужно будет как-то все-таки поаккуратней потому что так как он пену фигачит ну нужно будет контролировать а то как вот я весь уляпался так и вы всего ляпаетесь поэтому возможно просто узел поменьше чуть-чуть но я люблю такой толстенькая большой этим 100 граммовый взял в руки маешь вещь такой на эти хорошие 5555 и когда работаешь им даже вот про эту звездную ночь забываешь ну просто держишь помазок в руке он просто приятен и поначалу мне каким-то ярким броским помпезным казался нет сейчас привык нормально хорошо отличная хорошая штука станок станок ребята проверено годин годин интересная нормальная штука по мягкости по мягкости я бы его наверно где-то в районе 34 несмотря на открытый гребень он собственно и брей то так то лезвие которое в комплекте я нашел если она на постоянку во всех комплектах ребята так это вас практически набор для новичка взял и брейся сразу потому что лезвие это годно это не какой-то фуфел и все и повис нет по самом деле реально бред реально работает и я таки думаю что это лезвие все-таки достаточно острое агрессивное потому что станок сам мягкий а спели они дуэтом великолепно по качеству станок супер супер не подкопаться и покрытие изготовления есть некоторые ограничения которые вам нужно учитывать при выборе этого станка просто их держите в голове насколько для вас это критично вот соизмеряете ваши хотелки и все первое это вес 45 грамм это не так уж много для помазка но здесь есть смягчающие обстоятельства это все-таки дорожный вариант поэтому для дорожника 45 это как бы еще даже может быть и много потому что мы с вами знаем о дорожниках из пластмасса те вообще 15-20 грамм весят поэтому на фоне тех это даже крепыш и причем такой выпитанный хорошо второе ручка ручка благодаря вот этому утолщению здесь мы будет удобно приятно и хорошо держаться информативно слетать не будет скользить тоже но каждый раз когда вы будете раскручивать станок именно ручка у вас и будет откручиваться это никакой не недостаток это просто особенность потому что если вам нужно станок раскрутить крутите за верхнюю часть не будет вам счастья спокойно все открутите спокойно уберете разберете из всего этого плавно и нежно вытекает просто плюс потому что вот стоять маручка после того как вы все это раскрутили ручка вкладывается ручку все это собирается вместе а чё тут ребят ну на самом деле самый маленький молодцы молодцы меркру 900 в девятьсот восемьдесят пять единый до девятьсот восемьдесят пять цел честно сказать не ожидал не ожидал и был маленечко ссыкотно потому что на эти когда гонятся за чем-то самым самым гонятся ущерб чему-то точно также универсально но никогда не бывает лучше специального специально всегда будет лучше делая что-то универсальное теряешь функционали однозначно я ютуб боялся что делая самая маленькая где-то что-то как-то за счет чего-то умнут утрясут сократят и по итогу получится да самая маленькая ну как бы вот брейтесь вот чего получилось ребята он бреет и бреет причем хорошо козырно если в дорогу брать так самое но то что он самый маленький не ставьте во главу угла есть другие у меркура на бороду и не только у меркура который тоже дорожный в чехлах там в коробочках все такое прочее тут скорее всего речь идет о том чтобы а самый маленький хочу хочу нет тут речь идет о том что это достойный представитель в компанию дорожных станков и выбирая из дорожных станков вот этот станок очень даже можно иметь в виду и принимать в расчет потому что если вы его возьмете у вас точно побреет и не расстроит вот это я хотел сказать а уж какой брать или не брать или вообще брать ли и где брать это уж вы ребят решаете сами всего высох на этой радужной ноте разрешите парни своим попрощаться добра счастья радости берегите себя берегите своих близких дай вам бог здоровья и пускай у вас всегда все будет хорошо пока пока до новых встреч с вами был я вадим